Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодняшний выпуск программы «Русский мир» мы начинаем из столицы Белоруссии, города-героя Минска. Белорусы – один из древнейших славянских народов Европы, который, несмотря на тяжелейшую историю, очень кровопролитную, драматичную, сумел отстоять свою землю, язык, сохранить свою самобытную культуру и традиции. Для нас, русских, белорусы всегда были братьями-славянами, людьми родными и близкими. Нас очень многое объединяет, у нас общие корни и общая история. И, наверное, не случайно, что именно белорусы первыми из народов бывшего Советского Союза открыто заявили о том, что они хотят восстановить так нелепо разрушенные исторические связи с братской Россией. И поэтому нашу сегодняшнюю передачу мы посвящаем этой прекрасной земле и ее талантливому, трудолюбивому и очень дружелюбному народу. Беларусь. Белая Русь. Наверное, сам Бог дал этой земле такое красивое поэтичное имя. Певучее, как славянская песня, легкое, словно крыло аиста, и сказочное, как здешние былинные леса. Не дал он ей только одного – тихой и спокойной жизни. История была на редкость немилосердна к этому благодатному краю. Оказавшись пограничной землей между Востоком и Западом, Беларусь не раз становилась жертвой опустошительных набегов и арены жестоких битв. Еще во времена Киевской Руси Минск, входивший в состав Полоцкого княжества, несколько раз разрушался дотла во время княжеских междоусобиц. В 1066 году владевший Минском князь Всеслав Дречиславич напал на Псков и разграбил Новгород. В отмщении ему великий киевский князь Изислав вместе со своими черниговскими и переяславскими братьями осадил Минск. Когда город был уже совершенно разорен, враждующие дружины сошлись в жестокой сече в открытом поле. Эта битва, ставшая одной из самых кровопролитных в истории русских междоусобиц, описана в слове о полку Игореве. Меньше, чем через 20 лет, сам Владимир Мономах осадил Минск и совершенно его разрушил в отместку засажения Смоленска полоцкими князьями. В XII веке Минск еще не раз переходил из рук в руки. И одно время был даже присоединен к киевскому княжеству. Однако после разгрома Киевской Руси ордами хана Батыя Минск попал в зависимость от Литвы. Впрочем, потомки прежних русских князей удерживались здесь еще более ста лет. В 1326 году, когда Минском владел князь Федор Васильевич, город вместе с окрестными землями был окончательно присоединен к Литве. А в XV веке Минское княжество вошло в состав польско-литовских владений. С этого момента началась длительная борьба между православной и католической церковью за влияние на этой территории. Для вытеснения исконной здесь православной веры поляки учредили унию. Переходившим в нее местным жителям католики предоставляли многочисленные льготы, в том числе и право поступать на государственную службу в Литве и Польше. Но, несмотря на это, многие белорусы, в том числе и из самых знатных фамилий, остались верны прежней вере. В XVI веке Минское воеводство жестоко пострадало в ходе очередной русско-польской войны. О тех бурных временах напоминают стены древнего Мирского замка, расположенного в 80 километрах от Минска. В его истории, словно в капле воды, отразилась вся нелегкая судьба Беларуси. Мирский замок был основан в XV веке одним из белорусских магнатов. С XVI века им владел знаменитый польский род Радзивиллов. В свое время это была одна из самых богатых семей Европы. Достаточно сказать, что в конце XVIII столетия доходы семейства Радзивиллов превышали доходы всего польского государства. Настоящим бедствием для Беларуси стала война между Россией и Швецией, известная нам под названием Северной. Многие города поочередно осаждались то русскими, то шведскими войсками, в результате чего пришли в совершенное запустение. Так Могилев был практически полностью разрушен русской осадной артиллерией. Сам мирский замок за свою историю тоже пережил несколько осад. В 1812 году здесь находилась штаб-квартира брата Наполеона Жерома Бонапарта. У этих стен происходили отчаянные схватки французской кавалерии с казаками Платова. Тогда же замок был сильно разрушен русской артиллерией. Во время восстания Костюшка здесь находился польский гарнизон, который оказал отчаянное сопротивление карательным отрядам русской армии. С конца 19 века замок принадлежал атаману войска Донского князю Святополку Мирскому, немало потрудившемуся для его украшения. Во время Второй мировой войны немцы превратили Мирский замок в еврейское гетто и проводили у его стен массовые расстрелы, свезенных сюда со всей округи евреев. Великая Отечественная война оставила особый след в истории Беларуси, но об этом мы поговорим чуть позже. При Екатерине Второй вся Беларусь была окончательно присоединена к России. Во времена правления Павла Первого минское наместничество было переименовано в губернию, и высочайше был утвержден прежний герб города Минска, изображающий в голубом небе Божию Матерь, окруженную ангелами. К началу нынешнего века в Минске проживало около 100 тысяч жителей. Половину городского населения составляли белорусы, поляки, русские, немцы и татары, другую половину – евреи. Согласно утвержденному в 1835 году императором Николаем I положению о месте жительства евреев в Российской империи, Минск был включен властями в черту еврейской оседлости. В городе было несколько православных и католических храмов и, по разным данным, более ста синагог. Во время Великой Отечественной войны немцы уничтожили практически все еврейское население города. Немногие, оставшиеся в живых, были спасены местными жителями, прятавшими евреев в своих семьях и наступавшими частями Красной армии. После войны в Минске почти не осталось старинных зданий. Город был разрушен более чем на 80% и отстроен практически заново. Именно здесь, в Минске, у нашей съемочной группы состоялась встреча с нынешним президентом Беларуси Александром Лукашенко. Сегодня об этом человеке пишут и говорят очень разное. Одни называют его диктатором, другие на него почти молятся. К сожалению, до сих пор большинство российских журналистов предпочитает рассказывать о нем за глаза, избегая личной встречи. Нам же, не скрою, очень хотелось задать вопросы человеку, который первым из президентов СНГ открыто заявил, что цель его политики – это дружба с Россией. Человеку, который не побоялся объявить борьбу и местному национализму, и всякому национализму вообще, какими бы внешнеблагородными одеждами он не прикрывался. Между тем, хорошо известно, что многие лидеры в бывших республиках СССР пришли к власти и сделали политическую карьеру под флагом откровенного национализма, подчас сознательно разжигая антирусские настроения. Лукашенко, в отличие от них, наоборот, предложил своему народу референдум. Нужны ли Беларуси более тесные связи с Россией или нет? Подавляющее большинство белорусов высказалось за дружбу с Россией. И после многих лет хаоса и смуты, которые воцарились на развалинах бывшего СССР, для миллионов людей в наших странах, лишившихся в один миг общей родины, настоящим лучом надежды стало подписание в Кремле договора о сообществе между Беларусью и Россией. Александр Григорьевич, вы единственный из президентов СНГ, кто сделал беспрецедентные шаги к объединению, к сближению с Россией. Что это было? Ваше личное желание, стремление как человека осуществить какую-то свою мечту? Или вы выражали волю большинства жителей Беларуси? Вы знаете, удивительная вещь, может, я банально скажу, но это совпадение всего того, что вы сказали. Во-первых, и самое главное, это чаяние наших людей. Это чаяние нашего народа. Вы представьте, что сегодня из 11 миллионов белорусов, 2,5 миллиона – это вообще чисто русский человек. Русские люди. А я ставлю еще так вопрос. Скажите, а сколько в наших жилах, даже в моих, там еще у кого-то, сколько русской крови? Вот если бы можно было взять и попробовать разделить 50 на 50, так я говорю, половина русской, половина белорусской крови, потому что все же перемешано. То у миллионов пяти, а то и шести в жилах течет русская кровь. И наоборот, очень много белорусской крови у русского человека. Слушайте, это же эпохи прошли. Мы были всегда вместе. Поэтому это чаяние народа. Я выразил это. Чаяние нашего белорусского народа. Народ сказал, Лукашенко, вот туда ты пойдешь. Я выполняю волю народа. И в этой связи странного ничего нет. Согласитесь, Алексей, что вот в этом странного ничего нет. Все сделано демократично. И более того, уже вот год спустя, после референдума, мы имеем очень хорошие положительные результаты. Не только в экономике. И может быть, эта экономика здесь вторична. Важно с точки зрения жизни людей. Но представьте, за Смоленском выстроили границу. Люди там, бедные, с ума сходили на той границе. Люди не понимали, что происходит вообще. Как можно разделить белоруса и русского? Это кошмар. Это ужас. Я не знаю, чем думали, когда это делали. И когда это буквально только граница, когда, помните, мы с Черномырдином выкапывали эти столбы, люди вздохнули. Люди просто окрылены были. И вы учтите, это не только восток Беларуси. Я недавно был в Гродненской области, возле Польши, на самом западе. Как они были благодарны за политику по отношению к России. То есть, то, что сделано президентом Беларуси, это не какой-то героический шаг. Это честность политика. Пообещал, сделал. Вот я это и сделал. Александр Григорьевич, известно, что во многих западных государствах, особенно в тех, которые входят в блок НАТО, ну, мягко скажем, неоднозначно были встречены ваши шаги на сближение с Россией. Ну, это совсем неправильно вы сказали. Это очень мягко вы сказали. Неоднозначно. Это кошмар был, о чем вы говорите. Хорошо, назовем вещи своими именами. Почему действительно многие западные страны, входящие в блок НАТО, в штыки встретили ваши шаги на сближение с Россией? Что это сулит угрозу их национальной безопасности? Или, может быть, разрушает какие-то их далеко идущие планы? Скорее, второе. Угрозы это никак не может нести сейчас, особенно интеграция Беларуси с Россией. Да, мы интегрируемся не только. Я об этом откровенно говорил. Российские политики очень боятся в открытую об этом говорить. А я говорю прямо, это не только сближение в экономике, но и в политике, и в военной сфере. Потому что все это чепуха, это игры, это просто дипломатические или политические уловки, что мы вот тут, знаете, в экономике, у нас все тут объединились практически, а политику мы свою будем проводить, самостоятельную, независимую, и в военной сфере тоже. Да не будет этого. Экономика – это основа, и она за собой потащит сферу политики и сферу военную. Поэтому я прямо говорил, да, мы идем. У нас сейчас практически единое ПВО. Мне это близко, потому что недавно наши приехали с российского полигона, стреляли, отрабатывали пуски С-300 комплекса. Ну, слушайте, россияне аплодировали после каждого выстрела. Ни одной ракеты не смазали. Понимаете, на самой низкой предельной высоте, типа крылатой ракеты, пуски были колоссальны. И россияне уважают нашу армию, но мы понимаем, что такое ПВО белорусское. Откровенно говоря, оно такое белорусское и не надо нам. Это часть советского ПВО, а в нем очень заинтересована и Россия. И Россия поддерживает противовоздушную оборону. И не только, и нашу армию, потому что мы здесь на Западе защищаем и пространство России. Потому что от Москвы до Минска нет ни одной части российской больше. Они здесь сосредоточены, самый мощный кулак. Вы что, думаете, они не видят это? Видят. Их устраивает это? Нет. Борба за рынки. Борба за ресурсы. Это тоже Запад очень волнует. Но самое страшное, о чем они думают, это о возрождении, беру в кавычки, империи. Я сам себе думал, после нанесения удара американцами по Ираку. Было бы ли это возможно, Алексей, во времена Советского Союза? Никогда. Да. Был очень мощный противовес. Этот противовес способствовал сохранению стабильности в мире. Мы ее потеряли. Поэтому вот в силу этих причин на Западе все и насторожили, задрожали. Почему? Потому что вот это единение, оно придает силу этому союзу. А кто хочет иметь сильного соперника? Также и американцы, натовцы и так далее, если уже говорить открытым текстом. Им это не надо. И вообще, я очень часто говорил российским политикам, говорю, вы не думайте, что вы Россию и русский народ любите больше, чем Лукашенко. Все, что касается России, для Лукашенко свято. Это я тоже говорил. И когда мне за одну из станций, которую Россия сейчас достраивает, суперсовременная станция, слежение, предложили 10 миллиардов долларов, чтобы я ее уничтожил, как в Прибалтике, я им заявил, что я дружбы с русскими не торгую. Вот моя личная позиция. Поэтому они никогда не воспринимут нашу политику на единение. Никогда. Потому что мы станем сильнее. Вот чего не хочется. Александр Григорьевич, известно, что многие республики бывшего СССР обрели свою независимость, вышли к ней на волне шовинизма и пропаганда откровенно националистических идей. На разжигание антирусских настроений, на русофобии, на призывах борьбы с Российской империей. Вот Белоруссия, пожалуй, единственная из республик, где не было такой волны национализма. Что это? Особые какие-то свойства белорусского национального характера или это политика государства? Что касается свойств, то это действительно особое свойство белорусского народа. В генах заложенное. Вот дружба, порядочность, честность. Я недавно встречался с Примаком, буквально два дня назад, в такой неформальной обстановке, семья его была, был у него дома. И вот он как-то выступает, ну согласитесь, карьерный дипломат, разведчик, ученый, он хорошо знает. Вы знаете, белорусы – это особый какой-то народ. У них всего в излишке. И все хорошее. Порядочность, честность. Если уже сказал, умрет, но сделает и так далее. Это особенность характера белорусского. А еще одна особенность – это такое дружелюбие. Последний кусок хлеба отдаст. Это от войны, понимаете? Мы очень пострадали. И все войны прокатывались между Москвой и другими государствами через нас. Возьмите отечественную войну 12-го года. Наполеон через Беларусь. И здесь он угробил, там, на березине все свои войска. Фашисты здесь им хребет ломали. И в начале войны, особенно партизанская война, в годы войны и так далее. Знаете, люди настрадались. И кого они видели рядом? Русского человека. Они гнили в окопах вместе. А ведь это прияда, и что, к счастью, не умерло. У нас очень много есть ветеранов войны, партизан и так далее. И руководителями нашего государства были Петр Миронович Машерута, бывший партизанский вожак. Очень много было руководителей связанных с партизанским движением. Вообще с русскими теснейшим образом были связаны. Поэтому это заложено в генах. Вот эта особенность. И особенностью нашего народа является вот это стремление к сближению с русским народом. Это особенность самого народа. В дополнение к сказанному, обращаясь к русскому человеку, хочу сказать, что так же, как и вы приехали к нам в Беларусь, так и я приезжаю к вам в Россию. Вы всегда будете чувствовать в Минске, на территории Беларуси, русский человек всегда будет чувствовать себя как дома. Никогда никому не будет позволено ущемить интересы русского человека. Я хотел бы, чтобы и в России белорусский человек и дальше себя чувствовал как сегодня, как дома. Нет ни одной жалобы со стороны белорусов, что они где-то там ущемлены на территории Российской Федерации. Только доброе отношение, только уважение к русскому человеку. Первая встреча моя с российским президентом Ельциным два года назад началась одной моей фразой, когда он, как-то сжавшись, как пружина, вышел ко мне и посмотрел на неизвестного ему политика Лукашенко. Я сказал ему прямо, Борис Николаевич, если вы думаете, что я приехал к вам в гости, вы ошибаетесь. Я приехал в свою Москву. Это и моя Москва, это кусочек моей жизни, моего сердца здесь. Могу шире сказать, что Россия – это и моя родина. И ни в коем случае нам нельзя разорвать эти две родные земли – Беларусь и Россия. И эти земли никогда разорваны и разъединены не будут. Кстати, о националистах. В Беларуси они есть так же, как и в любой другой стране. Правда, здесь их немного, и сосредоточены они в основном в Минске. А это их митинг в честь аршанской победы польско-литовского войска, где были и белорусы над русскими дружинами в 16 веке. День, в который произошла эта битва, 8 сентября, они предлагают сделать национальным праздником Беларуси. Что-то вроде Дня Победы над москалями. Но пока у большинства белорусов эта инициатива энтузиазма не вызвала. Как не вызывают здесь энтузиазма и вот такие листовки ультранационалистов с лозунгами вроде «Беларусь для белорусов» и «Пусть сгинет проклятый русский народ». Многие в Беларуси до сих пор слишком хорошо помнят, к чему на самом деле приводит агрессивный национализм и разжигание расовой ненависти. Для всего мира одним из самых страшных символов Второй мировой войны стала маленькая белорусская деревушка Хатынь. 22 марта 1943 года каратели живьем сожгли в сарае всех ее жителей. Всего 149 человек, из них 75 детей в возрасте до 16 лет. Самому маленькому Хатынцу было всего 7 недель, а его матери 19 лет. Ухода в мертвую деревню навеки застыл единственный Хатынец, чудом избежавшей смерти, Иосиф Каменский. Трое его сыновей сгорели в сарае, а четвертый умер у него на руках от страшных ожогов и огнестрельной раны в живот. На месте сожженных домов теперь стоят эти бетонные обелиски, на каждом из которых через 30 секунд тоскливо звонит куминальный колокол. Всего за время войны немцы уничтожили в Белоруссии 9200 сел и деревень, из них около 200 вместе со всеми жителями. Согласно планам германского командования 75% белорусов подлежали полному физическому истреблению. Оставшиеся 25% должны были стать рабами немецких колонистов. За несколько лет оккупации этот адский план едва не был осуществлен. Погиб каждый четвертый белорус. Об этом в Хатыне напоминают три березки. На месте четвертый горит вечный огонь. Здесь, на этом святом месте еще раз всем сердцем ощущаешь одну простую истину. Сегодня нашим народам нечего делить, кроме братских могил, своих отцов и дедов. Кроме этой земли, которая насквозь пропитана кровью наших родных и близких. Слишком много человеческих жизней отняли у нас большие и маленькие знаменитые и незнаменитые войны. И тот, кто сегодня ради сиюминутной политической выгоды готов разжечь вражду между нашими народами будет навеки проклят и мертвыми, и живыми. Потому что сам Бог завещал русским и белорусам жить как братьям в мире и дружбе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова